День добрый, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сделал сам, поделись с народом. Вот я делаю и делюсь с вами. Надеюсь, кому-то будет полезно. Информация, кстати, в интернете есть по этому поводу. Ну и я хочу тоже свои 3 копейки вставить. Рассказать, как я делаю. У меня вот такой шуруповерт. Какой-то стайер. Ну, понятно, что. Китай. Древний. Лежит он у меня уже давным-давно. Наверное, года 4. Спасибо, товарищ, мне его отдал. Потому что проблемы с аккумуляторами. Ну, с этими батареями. Это никель-кадмиевые. 1,2 вольта. Здесь их 10 штук. И все они сдохли. Что касается их работы. Да, когда они нормальные, новые. Работают хорошо. То есть, только отдача у них даже намного больше, чем у литий-ионных. Ну, я хочу все-таки переделать на литий-ионные. Поставить вот такие батареи-аккумуляторы. 18-650. Для этого я приобрел плату. Вот такая. Ну, не распределили она. Плата заряда аккумулятора. Здесь, в принципе, подача. И здесь же подключается... Вот он, видите. То есть, здесь с помощью вот этого устройства происходит зарядка не просто всего аккумулятора. В чем смысл этого всего? Происходит как бы баланс. Вот если взять, например, вот IMAX B6. Вот это зарядное устройство. У меня, правда, еще есть вот такой. М7 Тутлес. Ой, Тутлес. Надо же. Толкит. Тутлес это совсем другое. Это камера. Толкит РЦ М7. Они заряжают именно по-баночно. То есть, если, например, общая емкость, грубо говоря, 12 вольт, то есть, их запряжа 12 вольт, они одновременно не будут заряжаться. Будет заряжаться все вместе. То есть, может быть, на одном напряжении, на другом другое, на третьем третье. А для нормальной работы аккумулятора необходимо, чтобы на всех аккумуляторах было одинаковое напряжение. Тогда и аккумулятор дольше служит, и более качественно отдает энергию. Ух ты, ёперный театр. Вот так. Надо аккуратнее. Так вот. Приобрел вот такой на Алиэкспресс плату. И сейчас постараюсь это все, как говорится, в кучу собрать и запустить. И надеюсь, что данное устройство под названием шуруповерт стайер еще мне послужит. Правда, он 12-вольтовый. Не очень хороший. Лучше, конечно, было бы чуть побольше напряжения. У меня есть еще, который на 14 вольт. Тот более-менее нормально служит. Но я показываю ролик, где-то есть, как я им пользуюсь, когда делаю козырек на гараже. Так что приступим. Значит так. Для этого я использую паяльник на 1000 ватт. На 2000 ватт. Паяльник на 100 ватт. А то я тут наговорю. И паяльную кислоту. Для чего паяльную кислоту? Можно, конечно, и вот этот есть, как называемый, флюс другой. Ну, я для надежности. Хотя, кстати, что касается паяльной кислотой, не совсем есть хорошо, потому что со временем контакты окисляются. И плохой контакт, и потом, естественно, в месте, где и плохой контакт, нагревается, отгорает. Ну, много проблем возникает. Ну, я, в принципе, делал перед этим. Так что, пока работаю. Я думаю, на время службы данного устройства вполне достаточно. Хватит качества контакта для того, чтобы обрабатывал нормально данное устройство. Ну, а для этого как я делаю? Я вот беру просто еще кислота. Не забывайте. Затем. Да, необходимо зачистить. Просто взять, пошоркать. Потому что... А вот уже запаял. Ну, я покажу на этой стороне. Вот беру. Так, вот у меня здесь уже есть олово. Почему используется такой паяльник? Потому что нагревается только вот это место. Успевает. То есть, если, например, паяльник взять меньшей мощности, то он будет долго нагреть и нагреется сама батарея. А нагрев батареи приводит к нехорошим последствиям данного. В конце концов, эта батарея долго не прослужит. Так, как я уже коротнул, это тоже не есть хорошо. Вот так я. Раз. И с этой стороны. Два. Потом беру. Так. Все. Вот видите, здесь я не помазюкал. Потому что нужен для чего? Для того, чтобы убрать кислота, нужна для чего? Для того, чтобы убрать окисел. О. И все. И клеммы готовы для того, чтобы можно было подключить. Значит, один из моментов, он кажется, емкость данного аккумулятора 3000. Этого емкость была 1200. Но, как, знаете, если собираюсь соединять последовательно, то напряжение растет, емкость остается, как и была, 1200, так 1200 и остается. 1200 только в том случае, если аккумуляторы соединять параллельно. При параллельном соединении емкость данного аккумулятора, любого аккумулятора увеличивается. Но, здесь надо последовательно. Потому, что, если городить, конечно, можно было еще параллельно, потому, что это позволяет запихать еще три аккумулятора и подсоединить. Но, плата рассчитана, видите, на 3С. И в паре, можно, конечно, будет в паре, но они будут заряжаться не одинаково в любом случае. То есть, необходимо, чтобы было уже не 3С, а целых 6С, чтобы можно было спокойно каждую банку заряжать в отдельности. Так что, как-то так. Ну, все. Да, здесь я вниз положил, ну, оно как ЕПП, это пенопласт, но немножко не такой, он не ломкий пенопласт. Вот он. Он такой, как. Вот называется ЕПП. Он нормальный. И, потом я уже дальше расскажу, потому что, видите, здесь вот эта бандура, тут тоже надо как-то чем-то заполнять. пока я еще думаю. Я, кстати, почему я долго и не делал вот это все, только по той пристыни, что не знал, как это все скомпоновать, потому что на такую бандуру 3 аккумулятора. Это как бы ни о чем. Может быть, обрезать, сделать покороче. Ну, это уже перспективы. Пока не буду ничего обрезать, оставлю как есть. Так что буду делать, буду с вами делиться. Надеюсь, кому-то будет полезно. Итак, собрал я все в кучу. Скомпоновал я вот таким способом. Получается, два внизу лежат и один аккумулятор лежит с этой стороны. Не посредине, а с этой стороны. Почему? Потому что здесь вот этот для закручивания крепления верхней части, он мешает же вы положите аккумулятор посредине. Ну, сюда положил тот же пенопласт, который я вам показывал. И он, в принципе, нормально. И сверху плата зарядки данных аккумуляторов. Зарядки и стабилизации данных аккумуляторов. Все. Здесь я думал, что-то еще сюда вставлять, чтобы подпирать вот эту контакты. Но потом взял, просверлил на саморез и отлично держится. Вопросов никаких нет. Вот примерно вот так. Сначала как-то я не планировал вам тут рассказывать. Ну, все. Вот он работает. Так. Потом соберу. Это уже будет. Как говорится, не буду тратить ваше время. Что касается соединения. Значит, плата и аккумуляторы. Здесь пронарисовано много аккумуляторов. То есть, получается, что стабилизация происходит вот этих трех. То есть, например, 4,2 вольта. Вот они идут. Минус. А это получается как бы 4,2 вольта. Но они параллельно все соединены. То есть, получается, что стабилизация происходит именно так. Но еще раз говорю. Я не сторонник таких вещей. Вот он. 4,2 вольта. Вот это. То есть, он, в принципе, 3,7 вольта. Ну, а полная зарядка получается 4,2 вольта. 4,2 вольта считается это литий-полимерка. Литий-ионка меньше выходит. Ну, во всяком случае, он считает, что 4,2 вольта. И она получается, что стабилизирует сколько аккумуляторов в цепи. Столько он и стабилизирует. Но он стабилизирует все три аккумулятора, а не по отдельности. Поэтому, еще раз говорю, это не есть хорошо. Почему я уже это проходил? Потому что у меня зарядное устройство, не зарядные, а аккумуляторы стоят, и они заряжаются два в кучу. Толку никакого. Все равно идет разнобой какой-то. 4,2, 4,1, 4,1, чтобы одновременно было все 4,2 как-то не получается, не знаю. Может, кого-то и получается. У меня не выходит так. Так что, вот схема. Здесь, в принципе, много, говорится, ума не надо. Вот это ноль подсоединяется на минус. 8,4 идет. Вот они аккумуляторы. 4,2 получается 8,4 и вот 12,6 это полностью все аккумуляторы. И вот выход. Он же является и входом для зарядки и тоже выходом для шуруповерт. Ну, это я скачал, не стал рисовать, скачал с интернета, чтобы было более нагляднее вам было. Ну, а это чисто уже как бы зарядка данного устройства. То есть, с него подается напряжение сюда 12,6 вольта для того, чтобы с помощью данного устройства зарядить и отбалансировать все аккумуляторы, чтобы они проработали долго. Долго и успешно. Так, я использую старую вот эту штуковину. Ну, а блок питания я взял вот этот. Он у меня 12 вольт, 2 ампера. Ссылка я вам в описании внизу дам и на это устройство, и на вот такое. Ну, еще, если, например, кто-то захочет изобретать вот такое колесо, то я, в принципе, могу и ссылку укажу именно и на вот этот, он так и называется, зарядное устройство литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов. Литий-ионных аккумуляторов. Все. На этом буду заканчивать. С вас подписка. Палец вверх, палец вниз. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Ну и до новых встреч на моем канале. Политушек нету, так что займемся теперь вот такими устройствами. Давно я хотел его сделать. Еще раз всем мира, добра, здоровья.